Дифференциальная диагностика относится больше к внешним проявлениям сифилиса, которых в общей популяции примерно 2-3 человека из 10 приходят с явными проявлениями. Часто другие заболевания принимаются за сифилис, надежнее всего здесь сдать различные сифилистические реакции, таких как РПР, РИФ, РИП, РПГА и т.д., но хочется остановиться коротко на разнице между клинических симптомов разных периодов сифилиса и других заболеваний. Во-первых, часто нужно дифференцировать первичный период сифилиса, когда появляется язвочка на половых органах, во рту, в области амусы наиболее часто, и следующее заболевание – это балонопастит. Балонопастит – это покраснение кожи головки, часто оно бывает с участием кандиды, тогда образуется не совсем язва, а эрозия, а покрыта головка белым налетом, что отличает от сифилистической язвы. Эрозия гораздо более поверхностна при осмотре, нет такой твердости в основании, как у шанкры. Также наиболее часто шанкры сифилистически дифференцируют с обычным половым герпесом. Дело в том, что при герпесе сначала появляются пузырьки, а не маленькое покраснение и уплотнение кожи папулы. Это характерно больше для сифилиса. Поэтому наличие пузырьков на месте образовавшейся язвы является характерным признаком полового герпеса. Также для полового герпеса характерна болезненность, мягкость оснований в отличие от твердости при твердом шанкре, болезненность лимфатических узлов в относительности безболезненных лимфатических узлов при сифилисе, как правило. Это все отличает непосредственно половой герпес. Кроме того, если очень внимательно рассматривать язву, которая образовалась при герпесе, то она состоит из маленьких полукруглых, которые являются концом в эволюции пузырьков. Сначала пузырьки скучно образуются, затем они скрываются. Но по краю остатки этих мелких пузырёчков остаются, и мы видим не ровную язву, а такую, состоящую из мелких концентрических полукругов. Это очень важное отличие ее, когда она уже сформировалась и мы не видим первоначальных пузырьков. Также можно дифференцировать ее шанкреформной пиодермией. Здесь, к сожалению, надежных критериев нет и помогает дифференцировать только ПЦР сосков с поверхности язвы или микроскопии в темном поле. Более редкое заболевание базилиума характерно для области лица. Поэтому, когда на лице образуется язва, то ее дифференцируют с базарной клеточковым раком или базовиомой. В ряде случаев она достаточно похожа, напоминает сифилис. Поэтому здесь дифференциальная диагностика для такого обывателя достаточно сложна, потому что все-таки это онкология и редкое заболевание. И, опять же, здесь должны приходить на помощь непосредственно сифилистической реакции. Еще более редкое заболевание – это лишь маниоз. Они встречаются практически в России. И острая язва вульвы липшица характеризуется болезненностью, температурой и возникает, как правило, у девочек, которые не жили еще половой жизнью. Соответственно, дифференциальная диагностика вторичного сифилиса, когда появляются различные высыпания, она наиболее часто проводится с обычными аллергическими заболеваниями. Такие, как токсикодермия, аллергический дерматит. Дермотренирологи справедливо при каждых обширных высыпаниях на теле проводят противосифилитические реакции. Потому что в ряде случаев отличить ту же сифилитическую розеулу от какой-то токсикодермии или дерматита, протекающими с появлением небольших розовых пятен, достаточно сложно, особенно неопытному врачу, а тем более пациенту. Также необходимо отличать вторичный сифилис от розового лишая жибера. При нем характеризуют, в отличие от просто розового пятна, такого бледно-розового при сифилисе вторичном, здесь образуется пятно, на фоне которого, как папиросная бумага, слегка шелушащаяся поверхность в центре данного пятна, так называемый медальон. Это отличает вторичный сифилис от розового лишая. Также необходима некоторая форма отрубевидного лишая дифференцировать, особенно от жерелья Венеры, когда белые пятна находятся в области шеи. Такие же беловатые пятна могут находиться и в отрубевидном лишая, но при нем находят грибки в соскобе кожи и на поверхности пятен всегда и в большинстве случаев есть шелушение отрубевидными чешуйками, что характерно именно для отрубевидного лишая. Также различные формы аллопеции необходимо дифференцировать при сифилисе. При сифилисе она имеет вид изъеденной моли, при других заболеваниях, особенно очаговой аллопеции. Это очаги. Обычная величина из пятикопеечной монеты, которые постепенно зарастают сначала обесцвеченными волосами. Это самое активное отличие грибковой аллопеции, которая должна дифференцировать с помощью соскоба на грибки. Ко мне достаточно часто приходят люди, которые подозревают, что у них вваливается нос. Думают о сифилисе, однако наиболее часто это обычная розация или розовый грибк, когда нос просто краснеет, расширяют сосуды. Это никакой не сифилис. Часто только с помощью сифилисов удается доказать людям, что это заболевание именно кожное, которое не имеет отношения никакого к сифилису, однако это отдельное лечение и не всегда антибиотики используются. Теретичный сифилит возникает редко и необходимо дифференцировать от различных форм пиодермии, то есть глинчковых заболеваний кожи, которые протекают с образованием различного рода рубцов. Также рубцы и заканчивают образование гун, бугорков при третичном сифилисе. Соответственно, их нужно отличать от различных пиодермии, когда горбоноэродные бактерии образуют те же самые рубцы. Также спинцеллюарный рак, это рак кожи, чаще всего сифилис. Еще раз напоминаю, что при любых подозрениях на сифилис, даже если у вас достаточно давно не было контактов, иногда вторичный и третичный сифилис возникает спустя много лет от момента сексуального контакта, не исключено и бытовое инфицирование сифилисом, поэтому, конечно, здесь определяющее значение имеет не клиническая диагностика, а все-таки диагностика сифилисических реакций различных комплексов, которые помогают установить правильный диагноз. При необходимости диагностики сифилиса, различных стадий, форм, вы можете обращаться к ленирологам нашего медицинского центра платной КВД в Москве. У нас принимают опытные врачи, которые обладают всем спектром необходимых анализов для диагностики данного заболевания токсифилиса. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.